Курильские острова 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 и мы теперь в школах будем изучать по два иностранных языка, но одного мало, давайте два, чтобы уж гарантированно подготовиться к переселению за границу. То есть все делается, стратегия, если стратегия социалистов была там мировое господство, их социалистическая идея, ну она сдулась, и все это поняли очень быстро, и даже сразу после войны сразу стало это все понятно. А здесь идея такая полного растворения. Россия должна раствориться, уступить свою территорию каким-то мировым корпорациям, они, может быть, здесь несколько государств обозначат, вывесят какие-то бирочки, и все будет замечательно. Не будет только России, не будет русского народа, русской культуры, русская история будет оплевана, так как они и сейчас делают, это тоже общее место. Вообще нам не повезло с историей, не повезло с народом, поэтому зачем нужен этот народ для человечества? Давайте мы его просто сотрем, и он исчезнет. Ведь вся наша слава, наши трагедии, наши триумфы, все будет стерто. Они стремятся именно к этому. Я много раз об этом говорю. Думаю, что люди как-то не осознают, что Путин и вся вот кодла, которая вокруг него, это люди сосредоточены на решении главной стратегической задачи мировой олигархии – уничтожения русского народа и России. Они этим занимаются, и Курильская проблема просто высвечивает некоторые стороны. Они уже освещены довольно давно, и я как раз хотел об этом поговорить. И напомнить просто о том, что проблеме-то уже много десятков лет. Еще Хрущев подписал ту декларацию 1956 года. Вот с нее все вроде как и началось. Подписал и забыл. И потом можно было бы вообще к ней и не возвращаться, ее денонсировать спокойненько. Но не хотят. Почему? Потому что стригут купоны. Все вот эти дипломаты, все эти болтуны, так называемые политологи, всякие руководители какими-нибудь центров или институтов исследований, не пойми чего, в основном в единственном лице. Никаких исследований, конечно, нет. Никакой правовой сферы здесь нет. Ничего абсолютно нет. Я вернусь просто к тому, что о чем стоило бы говорить уже давным-давно, но как-то никому не интересно. Вот сейчас какое-то оживление произошло. Раньше никому не было интересно, что там с Курилами, кроме Сахалинской области. Там чувствовали, что отрывают буквально живое из страны, и там местные депутаты сопротивлялись, которые не входили, естественно, в правящую коалицию. И как-то все-таки сопротивление там, на Дальнем Востоке было. Сейчас оно подавлено, сейчас от него мало чего осталось. И сейчас, правда, почему-то общественное мнение вдруг объявило, что Путин является государственным преступником. Многие об этом стали говорить, раньше помалкивали. Потому что он фактически организует ползучую оккупацию Курильских островов Японии. Сдает их под благовидными предлогами. Хотя нам говорят, ой, японцы разочарованы визитом Путина. Опять ничего не получилось с северными территориями. Но почему-то вот и российское общество тоже оказалось разочарованным. Потому что либералы ждали, ну сейчас вот сдаст, просто возьмет, подпишет какую-нибудь бумажку. Ну есть же декларация 1956 года. На основании этой декларации что-нибудь подмахнет. И территория. Ну так же, как он сделал с островом Тарабаров и другими территориями под Хабаровском, которые просто были переданы вместе там с православной церквью, с казармами российскими, с шахтно-пусковыми установками. Да забирайте. Вот это путинская политика. Забирайте. Все, что могут взять, забирайте. Если мы можем как-то исхитриться, хоть какое-то оправдание. Ну там русло реки Амура изменило вот свое центральное течение. Поэтому остров Тарабаров отдайте. Там 300 квадратных километров, не помню точно сколько. Отдайте. Там отдайте. Здесь все отдайте. Все то, где есть хоть какая малейшая зацепка. Вот здесь тоже на Курильских страхах есть зацепка. Декларация 1956 года. Она может быть отменена. Может быть. Но не хотят. Ну вот было дело, что я к этой проблеме приобщился. Я сейчас просто прочитаю фрагменты из своей книжки. Вот она была выпущена в 2011 году. «Досье на режим. Осколки эпохи Путина». Два тома было. И вот в одной из книг была такая глава «Кремль капитулирует перед Японией». И здесь есть цитата из стенограммы. Но эту стенограмму я сохранил в виде видеоролика. Поэтому я ее вставлю. А так вот быстренько прочитаю то, что здесь написано. Для того, чтобы не путаться в словах. Может быть это будет быстрее и динамичнее. Накануне празднования 60-летия победы в Великой Отечественной войне, то есть в 2005 году, мы с соратниками решили внести на рассмотрение Думы законопроект об установлении даты прекращения состояния войны между Советским Союзом и Японией. У непросвещенного наблюдателя такой законопроект мог вызвать недоумение. В самом деле война кончилась 60 лет назад. А мы тут занимаемся каким-то странным правотворчеством. В действительности правовой пробел, связанный с отсутствием правомочно принятого акта о дате окончания войны с Японией, оказывал серьезное влияние на российско-японские отношения, омрачая их постоянным возвращением к вопросу о северных территориях. Пробел был очевиден в связи с тем, что подобные обстоятельства были урегулированы в отношении Германии, причем совсем не в мае 1945 года, как многие думают. Тогда был решен вопрос о капитуляции германских войск, а срок окончания войны, определивший многие правовые вопросы, был обозначен десятилетиям позднее указом Президиума Верховного Совета СССР от 25.01.55 года, утвержденным Верховным Советом СССР также в 1955 году, 9 февраля. То есть, видите, 10 лет прошло, прежде чем установили. Ну а зачем это все нужно? Момент окончания войны, момент окончания военных действий, он и определяет, например, поведение, отношение правовой системы к поведению человека. Одно дело убить кого-то в условиях войны, например, солдата противника, другое дело после окончания войны, это уже совсем другая категория этого уголовного преступления. Ну и много всяких других правовых последствий, связанных с моментом определения момента окончания войны. Вот есть грань, переходя через которую, происходит фундаментальное изменение правовой системы и отношение к поведению отдельного человека или там организации, государства и так далее. Правовой пробел породил ряд ошибочных шагов со стороны советского государства и партийного руководства, в частности, включение в известную совместную декларацию 1956 года фраз о прекращении состояния войны между СССР и Японией, о восстановлении дипломатических и консульских отношений между СССР и Японией и некоторых других, которые были, тем не менее, ничтожными в юридическом отношении с момента подписания. Ошибочно и следует признать также ссылку на эту декларацию, не ратифицированную в надлежащем порядке, предусмотренном Конституции СССР, в то время действующей, естественно, в некоторых дипломатических актах органов исполнителей власти Российской Федерации, которые могли быть неправильно поняты руководством современной Японии, неверно трактовались руководством Российской Федерации. Произвольные трактовки декларации дали врагам России широкое поприще для повседневных претензий в адрес нашей страны. Многими при этом наша страна выставляется как агрессор. На самом деле действия советского руководства были обусловлены договоренностями, достигнутыми на Потсдамской конференции великих держав. Дело в том, что при заключении упомянутой совместной советско-японской декларации со стороны руководства СССР было допущено существенное правовое нарушение, выразившееся в том, что она рассматривалась как обычный двусторонний международный правовой акт, ратификация которого, согласно Конституции, СССР относилась к ведению Президиума Верховного Совета СССР. В действительности содержащиеся в этой декларации положения регулировали вопросы войны и мира, в частности вопросы прекращения состояния войны между СССР и Японией, в связи с чем такого рода вопрос мог быть решен лишь высшим государственным органом СССР – Верховным Советом СССР. Но так как Верховный Совет СССР не рассматривал данного вопроса и не принимал по нему решения, то указанная декларация в той ее части, которая относится к исключительному ведению Верховного Совета СССР, являлась ничтожной в юридическом отношении с момента ее подписания, так как и факт ее ратификации со стороны Президиума Верховного Совета СССР, не имевшей таких полномочий в отношении данного вопроса. Надлежащий законодательный акт в отношении состояния войны между СССР и Японским государством издан не был, но это не может служить основанием для того, чтобы считать непрекращенным состояние войны между СССР и Японским государством. Проблема заключается лишь в определении законодательством СССР и его государства-правопродолжателя, каковым является Российской Федерацией дата ее юридического прекращения. Состояние войны между государствами прекратил акт о безоговорочной капитуляции одной из сторон. Проблема в том, что до Второй мировой войны не было ни общепризнанного правового решения, ни прецедента, поэтому вопрос был решен великими державами-победительницами в результате победоносного завершения войны в отношении Германии и Японии. Оба этих государства и их государственные институты были упразднены победившими державами, подвергнуты оккупации и установлен оккупационный режим. В дальнейшем на территории бывшей Германии держава-победительницы санкционировали создание двух немецких государств ГДР и ФРГ, а также особого политического образования в виде западного Берлина. На территории бывшей Японии японского государства, нового японского государства. В отношении других государств, участвующих во Второй мировой войне, на стороне Германии, Японии, Италии, Болгарии, Венгрии, Финляндии и другие, заключались не акты о безоговорочной капитуляции, а перемирие, не упразднявшее их в качестве субъектов международного права. Акт о безоговорочной капитуляции воюющего государства, что имело место со стороны надлежащих властей Германии и Японии, прекратил практическое и юридическое существование этих государств. Поэтому прекращение состояния войны с такими государствами является прерогативой законодательства державы-победительницы, принимающей решения в одностороннем порядке. Современная японская государственность не является ни продолжателем, ни правоприемником того японского государства, в отношении которого союзные государства вели войну Китай с 1937 года, США и Британия с 1942 года, и против которого СССР объявили войну 9 августа 1945 года. Таково мнение многих отечественных правоведов и специалистов по международным отношениям. Принятие предложенного нами закона призвано было навсегда снять с повестки российско-японских отношений какие-либо территориальные вопросы, обусловленные результатами Второй мировой войны. Учитывая международную и внутриполитическую важность этого акта, я решил предложить председателю Госдумы Борису Грызлову стать инициатором его принятия и направил ему личное послание на этот счет. При этом можно было избежать фракционной ревности и сделать серьезный политический шаг, укрепляющий правовые основы российской государственности накануне праздника Победы. Конечно, я знал о трусости и, мягко говоря, неумности Грызлова, но надеялся, что в нем есть хотя бы зародыш честолюбия. Мой расчет оказался неверным. Грызлов не только не рассмотрел мое личное послание, но поступил неприлично. Он не ответил мне, а направил присланные мной бумаги в Комитет по международным делам, который «состряпал нелепейшее заключение». Феноменальное невежество экспертов Комитета и его многолетнего главы Косачева, в нынешний момент он аналогичный комитет Совета Федерации возглавляет, ну там, пенсионеры политические проживают в Совете Федерации, тем не менее, Косачев много лет, можно сказать, портит все то, что может испортить вокруг себя своей некомпетентностью и своей установкой на измену национальным государственным интересам Российской Федерации. Вот из таких предателей состоит у нас, к сожалению, государственная власть на сегодня, поскольку это власть оккупационная, творящая геноцид на российской территории. Ну а тогда формально я как-то пытался осмыслить, что же это за фрукт такой сидит, возглавляет комитет Константин Косачев. Итак, феноменальное невежество экспертов Комитета и его многолетнего главы Косачева мне было известно, и нелепости заключения меня не удивили. Все они могут приобрести статус музейных экспонатов в будущей истории измены. Косачев утверждал, что ратификация Советским Союзом в совместной декларации 56-го года была осуществлена в соответствии с действующей тогда Конституцией СССР. Однако такое мнение противоречит ее положениям. Действительно, согласно пункту М ст. 49 Конституции СССР 36-го года, ратификация и денонсация международных договоров была отнесена к компетенции Президиума Верховного Совета СССР. Но эта полномочия не распространяется на вопросы войны и мира. Их решение, согласно пункту Б ст. 14 Конституции СССР, отнесено исключительно к ведению Верховного Совета СССР. Именно поэтому прекращение состояния войны с Германией было принято не только Президиумом Верховного Совета СССР, издавшим указ 55-го года, но и постановлением Верховного Совета СССР в том же году. В отношении войны с Японией Верховный Совет СССР соответствующего решения не принимал. Отсюда следует, что нет оснований считать ратифицированной совместную декларацию 56-го года, как и надлежащим образом оформленным решением о прекращении состояния войны с Японией. Поэтому законопроект и был внесен. Далее Косачев утверждал, что капитуляция не прекращает состояние войны. При этом он игнорировал тот факт, что в случае с Японией имела место не капитуляция ее вооруженных сил, но безоговорочно, без каких-либо условий, капитуляция государства Японии. Такая капитуляция не только прекращает ведение боевых действий, но и прекращает состояние войны, поскольку с подписанием такой капитуляции прекращает существование один из субъектов войны – побежденное и капитулировавшее государство. В случае безоговорочной капитуляции государство, находящееся до этого в состоянии войны, юридическое прекращение состояния войны с таким государством не может быть оформлено государством-победителем двусторонним актом, как об этом утверждал безграмотный господин Косачев. Состояние войны в данном случае может быть прекращено лишь односторонним актом государства-победителя, или в данном случае СССР. А поскольку этого не было вовремя сделано, то Российская Федерация является его правопродолжателем и, соответственно, должно восполнить этот пробел. Косачев также не привел ни одного аргумента, опирающегося на так называемое международное право, чтобы доказать, что современные государства Германии и Японии являются продолжателями германского и японского государства, что свидетельствовало о полном невежестве, несостоятельности руководства комитета, а также изменнической позиции. Ну, в целом, можно сказать, и о фракции «Единая Россия». Последняя особенно важность в связи с тем, что «Единая Россия» и ее хозяева защиту национальных интересов России всегда лишь имитировали, а международные акты стремились трактовать всегда в пользу иных государств. Ну, за это Косачев получал еще и зарубежные награды. Понимая безнадежность склонения изменников к необходимому для нашей страны решению, я вынес вопрос на публичное обсуждение и представил законопроект от своего имени. Это уже был 2006 год, когда мне позволили вынести этот законопроект на Думскую трибуну. В качестве соавтора меня решил поддержать только Александр Николаевич Крутов. Фракция «Родина» к тому моменту находилась уже в полуразрушенном, в полуживом состоянии и не смогла вынести по законопроекту никакого решения, ни положительного, ни отрицательного. Ну, и многие к тому моменту уже, можно сказать, перебежали на сторону Кремля, втихую это сделали, их пригласили, побеседовали, пообещали какие-то ковришки. И они, с одной стороны, не хотели об этом рассказывать, а с другой стороны, не могли поддерживать тот статус «Родины», который был до сих пор статус оппозиционной организации, которая имеет свою собственную позицию. Все понимали, что я прав, но не могли поддержать, потому что надеялись на продолжение своей политической карьеры. После сложения своих депутатских полномочий до этого времени оставался год. Вот начали готовиться. Думская бюрократия долго держала законопроект под сукном на пленарное заседание. Он был вынесен лишь летом 2006 года, когда политический момент 60-летия победы над Японией был упущен. Стенограмма свидетельствует об обстановке, в которой проходило обсуждение. И далее я представляю, можно сказать, видеохронику, хроникальные кадры 2006 года, 10 лет назад. Вот что я говорил, когда еще моя голова не была такой седой, как сейчас. Следующий пункт порядка работы о проекте федерального закона об установлении даты прекращения состояния войны между Советским Союзом и Японией. Доклад депутата Государственного дома Андрея Николаевича Савельева. Уважаемые коллеги, конечно, в нынешней обстановке голосовать скорее будет желудок, чем мозг. Но я предлагаю законопроект от имени двух авторов для настоящих политических гурманов. Потому что этот законопроект уникален по своей сущности. Уникален не только по содержанию, но и уникален по той реакции, которую получил этот законопроект как со стороны профильных комитетов, так и со стороны правительства. Это сочетание очевидности этого законопроекта, очевидной его правовой основы и чудовищной безграмотности тех, кто готовил отзывы на эти законопроекты. И это я сейчас докажу. В чем смысл законопроекта? С какой стати нам возвращаться на 60 лет назад? Мудрец сказал, прошлое еще предстоит. Прошлое улавливает нас постоянно. И сегодня мы имеем в своей практике голосование, связанное с ратификацией той конвенции, которая подписана была 20 лет назад. Сейчас я предлагаю вернуться на 60 лет назад. К 45-му году, когда наши войска разгромили милитаристскую Японию. При участии весьма серьезным наших союзников, но нельзя умалять и наши заслуги. Я напомню также, что недавно, как будто к случаю, президент обмолвился о том, что японцам никто не обещал передачу островов. Это было сказано так легко, без особенных углублений в тему. Но это как раз относится к этому законопроекту. Смысл законопроекта очень прост. В свое время наша коммунистическая власть допустила ошибку. И эта ошибка для нас чрезвычайно выгодна. Эта ошибка связана с порядком ратификации знаменитой декларации между СССР и Японией, принятой в 1956 году. Вот этот акт был противозаконный, потому что утвердили ратификацию, провели ратификацию члены Президиума Верховного Совета СССР. А обязаны были утвердить это решение члены Верховного Совета СССР. По конституции, действующей на тот момент, только высший орган государственной власти мог решать вопросы войны и мира. А установление даты окончания военных действий – это, безусловно, вопрос войны и мира. Попробуйте кто-нибудь возразить на этот счет. В какую ситуацию мы попадаем? Ратификацию провел орган, который не имел на это права. Таким образом, декларация 1956 года с момента ее принятия считается ничтожной. Вместе с утверждением о том, что СССР обещает в случае подписания мирного договора передать Японии пару островов. Если часть документа не соответствует действующей на тот момент Конституции, то и весь документ не может считаться принятым. То, что предлагаем мы, компенсирует эту ошибку и устанавливает дату окончания военных действий. И сделать это должен высший орган законодательной власти. То есть мы с вами. Таким образом, мы полностью устраняем все вопросы, связанные с территориальными претензиями к Российской Федерации. Мы наверняка и окончательно закрываем вопрос о северных территориях и переходим к нормальным отношениям, установив дату окончания военных действий по праву победителя. 1945 год связан с юридической новацией в международном праве, а именно с тем, что капитулировала не какая-либо армия, а капитулировала государство. И по праву победителя, победитель устанавливает, когда прекратились военные действия. А вовсе не каким-либо иным путем эта дата может быть установлена. Поэтому и для нас компенсация той ошибки, о которой я говорю, связана именно с этим действием, с установлением даты. Но самое главное в том законопроекте, который предлагается, вовсе не его содержание, оно совершенно очевидно. Главным является реакция. Реакция Комитета по обороне совершенно безграмотная. Эксперты и депутаты, по всей видимости, склоненные к такого рода решению, считают, по всей видимости, что авторы законопроекта никогда не читали декларацию, заключенную между СССР и Японией. И поэтому свое заключение написали в форме цитаты из этой декларации, проявив тем самым неуважение к законодательной инициативе, то есть неуважение к основам нашего государственного устройства. Они не прочитали даже пояснительную записку, в которой все ясно и понятно изложено. То же самое я бы сказал по поводу правового управления Государственной Думы, которая также составила заключение, как будто бы не читая те документы, которые предложены для голосования. И здесь ссылаются на декларацию 1956 года, как раз в противоречии с тем, что предлагают авторы законопроекта увидеть эту ошибку, что не действует декларация 1956 года. Можно сказать, что мнение Комитета по международным делам, которое здесь критикуется не раз и расходится с национальными интересами России, относится к такого же рода глупым и бессодержательным документам, которые прямо игнорируют содержание законопроекта и содержание пояснительной записки, где все ясно настолько же, насколько, я надеюсь, ясно тем, кто сидит здесь в зале, и кто слушает меня, и кто услышал о той самой ошибке, о которой я говорил. Здесь также опять ссылаются на соответствие Конституции СССР 1936 года, а я прямо говорю, что это не соответствие, то есть черное выдается за белое. Здесь есть ссылка на декларацию 1956 года. Все те же самые доводы. И эти доводы, на самом деле, нашего Комитета и прочих органов, представляют собой не что иное, как пересмотр итогов войны. Отчасти глупость той декларации, которая долго портит кровь нашим дипломатам, тоже связана с этим, торопясь проголосовали и забыли. А прошлое начинает захватывать будущее. И сейчас мы мучаемся с этими северными территориями из-за этой декларации. А у нас есть возможность сказать, что она ничтожна, и восстановить нормальные отношения с Японией, забыв о всех конфликтах. Но самое главное, это, конечно, это просто песня, это официальный отзыв от правительства. У меня все время ощущение такое, что там сидят два калеки интеллектуальных и пишут весь этот бред. Я сейчас зачитаю, чтобы представителям правительства было стыдно. Мотивы авторов законопроекта не ясны. Такое впечатление, что в правительстве нет телефона. Такое впечатление, что в правительстве не могут прочитать элементарные вещи, написанные на бумаге. Далее. Практика международного правового регулирования отношений войны и мира не имеет прецедентов, слушайтесь, установления даты окончания войны задним числом и в одностороннем порядке. Задним передним числом устанавливается окончание войны. Или вы знаете хотя бы один прецедент, когда дата окончания войны установилась в день окончания войны. Общая практика, общий факт, когда дата окончания войны устанавливается после окончания военных действий. И еще долгое время выясняют, когда же, наконец, военные действия были прекращены. Декларация 1956 года, на страже которой стоит правительство, пустая вот эта ложа, такая же пустая, как и головы вот у этих людей, которые писали заявление. Я делаю вам замечание. Да, спасибо, я благодарен вам за замечание. В следующий раз, если вы будете допускать такие выражения, я отключу вам микрофон. Хорошо, я буду очень рад. Постоянно и везде и всюду, и в декларации 1956 года дата окончания войны устанавливается после ее завершения. А иногда десятилетия проходят с того момента, когда война закончилась. И в декларации 1956 года как раз и об этом и свидетельствует. Прошло больше десятилетия. Я считаю, что заочное обсуждение того законопроекта, который вам предложен, демонстрирует полную несостоятельность тех лиц, которые сегодня связаны с определением стратегии нашего внешнеполитического курса. Полной несостоятельности тех экспертов, которые консультируют наших политиков, которые подписывают те самые бумажки, которые я вам показал и которые я вам процитировал. Но остается только еще один шаг. Это продемонстрировать, что и Государственная Дума в лице оставшихся в зале столь же некомпетентна, как и эти люди, которые составляли те самые бумажки. Я сочувствую господину Косачеву, который убежал и не стал здесь выступать за докладом. Но это же стыдобище. Это как будто бы людей, лишенных понимания о формальной логике. Людей, лишенных способности прочитать документ, где ясно все написано. Прочитать эту Конституцию 1936 года, где все внятно и понятно. Я призываю вас не быть вот этими Ивановыми, не помнящими родства и забывающими, что для нас значил 1945 год. И призываю к тому, чтобы восстановить отношения с Японией в том плане, который нам необходим. Без всякого лукавства. Потому что не сегодня, так завтра декларация 1956 года будет признана ничтожной. Давайте же сделаем это сегодня. Будем здравыми и честными людьми. Спасибо. Что такое, по сути, международный договор? Какие иные последствия для России имеет декларация, кроме того, что японские политики используют ее против нашей страны? Как можно увидеть негативные последствия в случае отменной декларации, если она тут же заменяется законными решениями? Председатель комитета Лукавил. Ссылка на Венскую конвенцию была явно неуместна, поскольку речь касалась не международного договора, а лишь декларации. Кроме того, она юридически не вступила в силу и не может иметь никаких последствий. О чем следовало заявить, но наши изменники не таковы. Они стремились быть любезными, приятными на банкетах и конференциях, которые для них устраивали враги России. Именно это было единственным действительным мотивом поведения Косачева и прочих соучастников измены. Ну и штатные невежды поддержали общий стиль рассмотрения законопроекта. Я не буду здесь приводить фрагмент выступления одного из штатных спикеров негодяев из «Единой России», потому что там просто поток чуши был. Я приведу лишь мой ответ этому потоку бреда, который вообще произносился без всякого регламента, в виде такого потока совершенно безграмотных утверждений, тезисов и так далее, в такой смеси в стиле Жириновского. Ну вот такого Жириновского они у себя воспитали и давали ему постоянно слово для того, чтобы он поганил парламентскую дискуссию. Даже фамилию не буду называть. Исчез этот человек, заработал там что-то такое, отправился где-то делать карьеру в другое место. Его направили на другую работу, а в Думе его больше не было. И вот я на этот поток бреда ответил так. Прекращение Великой Отечественной войны было объявлено указом Президиума Верховного Совета СССР 25 января 1955 года и утверждено Верховным Советом СССР 9 февраля 1955 года. Таким образом, все это произошло вовсе не до завершения войны. Я хотел бы сказать, что я ругательств в своем выступлении не употреблял. Их употребил депутат Воронин, и это на его совести. Характеристика бред ко мне, я возвращаю ему. Могу точно так же и осуждать его собственные высказывания. Слово инородцы я произношу только в смысле иного рода, люди иного рода. О полукровках я никогда не говорил. Государи России никогда не были полукровками. Тот, кто немножко разбирается в генетике и антропологии, тот это прекрасно знает. Что не ко времени. Ко времени был подготовлен этот законопроект, а именно к 60-летию победы над Японией. Он был направлен председателю Государственной Думы с предложением, дабы избежать каких-либо межпартийных, межфракционных дрязг, ему самому выступить инициатором этого законопроекта. Вместо этого Борис Грызлов переправил законопроект в Комитет по международным делам, и там дали соответствующее заключение, которому необходимо дать те же самые характеристики, которые я дал тому заключению, которое было сегодня. Я ответил на все вопросы, понимаю настроение зала, понимаю эту вялость, с которой вы восприняли достаточно серьезный документ. Я не нашел понимания также у всех своих соратников по фракции, поэтому неудивительно, что и среди депутатов Единой России найдутся те, кто не захочет следовать голосу разума, а какому-нибудь другому голосу последует, наверное, подсказывают какие-то другие аргументы, но этих аргументов я не услышал. Ни одного аргумента против моих предложений, против моих аргументов в выступлении представителя комитета не было, поэтому я остаюсь при своем мнении, что мой законопроект, выдвинутый в качестве законопроекта вместе с депутатом Крутовым, является абсолютно правильным, абсолютно юридически проработанным и чрезвычайно полезным для России. Если не хотят принимать подобный законопроект к 60-летию победы над Японией, значит, надо его хоть когда-нибудь принимать. Не сегодня, значит, завтра. Ну, я думаю, когда-нибудь депутатский корпус сменится и будет слушать голос разума, будет защищать национальные интересы России более интенсивно и более успешно, чем сейчас. Спасибо. Закон было поддерживать некому. Прокремлевские силы были проинструктированы, а вымотанные бестолковщины оппозиционеры досрочно ушли обедать. Законопроект проголосовало 11 человек. Нет сомнений, что думские негодяи действовали по указке негодяев, засевших в Министерстве иностранных дел. Для последних, вечно висящий в воздухе вопрос является своего рода средством кормления. На поддержание диалога по вопросу о северных территориях можно было бесконечно тратить бюджетные средства и делать веские заявления. Так, в конце 2004 года министр иностранных дел Лавров, касаясь русско-японских отношений, сказал, что Россия, являясь продолжателем СССР, признает советско-японскую декларацию 1956 года, что для решения территориального вопроса с Японией может быть использован тот же подход, что с Китаем. То есть кремляне готовы были уступить территорию, как уступил Путин. Что в Москве хотели бы урегулировать отношения с Японией в полной мере, и для этого важно подписать мирный договор, которому Россия признает, что территориальная проблема должна быть урегулирована. Это было опубликовано в российской газете 15 ноября 2004 года. Собственно, такого рода высказывания и привели нас к необходимости вынесения законопроекта, ведь территориальные уступки со стороны режима Путина планировались, и уступка российских островов Японии была вполне реальной. Лишь усилия многих людей удержали Путина от очередного предательства. Надеюсь, что и наша инициатива была одним из сдерживающих моментов. Если бы не подобные усилия, Путин распродал бы направо и налево наши национальные интересы и наши территории. Ну, видимо, сейчас как раз наступила очередная фаза, когда общественное мнение подавлено, оппозиции практически не существует, поэтому Путин торгует нашими интересами. Естественно, те средства, которые выручаются от продажи, пойдут не в российский бюджет, как вы понимаете, а в карманы Сечина, какого-нибудь и прочего, Шушера, который продолжает грабить нашу страну. Настроения в российском обществе не позволили Путину отдать Курилы. Негативную оценку такому шагу во всех опросах давали 80-90% граждан. Жесткий протест по этому поводу со стороны жителей Дальнего Востока, прежде всего Сахалинской области, частью которых является Курильские острова, пугали кремлевских изменников, но они снова и снова будут подступаться к проблеме Курил, пока общество не капитулирует, либо пока русские патриоты не сметут режим изменников. Ну и вот более свежая информация, она не нынешнего года. Один из наших соратников, когда обострилось обсуждение Курильской проблемы, прислал мне письмо, которое он получил в 2009 году из Министерства иностранных дел, как раз по поводу, которое нас сегодня так волнует. В Министерстве иностранных дел России внимательно ознакомились с вашим письмом, поступившим по электронной почте в администрацию президента Российской Федерации. В связи с поставленными в нем вопросами, хотели бы сообщить следующее. По вопросу о пограничном размежевании с Японией, позиция российской стороны состоит в том, что Южные Курильские острова перешли к нашей стране по итогам Второй мировой войны на законном основании в соответствии с договоренностями между союзными державами. Ялтинское соглашение 1945 года, Поздамская конференция 1945 года. Исходим из того, что эти острова не являются спорными, как утверждает японская сторона, а линия границ должна быть закреплена в результате двусторонней договоренности в ее нынешнем фактическом положении. Вроде бы все хорошо. Упомянутая же в совместной декларации СССР и Японии 1956 года гипотетическая возможность передачи в качестве жеста доброй воли принадлежащих России островов Малой Курильской гряды оговаривалась с соответствующими условиями сначала заключения мирного договора, затем обсуждения судьбы двух островов. Упомянутая же в совместной декларации СССР и Японии 1956 года гипотетическая возможность передачи в качестве жеста доброй воли принадлежащих России островов Малой Курильской гряды оговаривалась с соответствующими условиями сначала заключения мирного договора, затем обсуждения судьбы двух островов, оставшимися невыполненными японской стороной, которая отказывается следовать букве и духу декларации при обсуждении проблемы мирного договора. Признание в принципе договоров подписанных и ратифицированных СССР не означает одностороннего осуществления каких бы то ни было обязательств в случае, если другая договаривающая сторона нарушает свои обязательства. Здесь уже какое-то напряжение, потому что, как они выполнят свои обязательства, мирный договор готовы подписать, мы обсудим и отдадим им эти острова. То есть, если все оказывается вопросто в передаче островов, заключается лишь в позиции Японии. Япония согласится подписать мирный договор тогда, другое дело, может мы и отдадим острова. В настоящее время Россия и Япония занимают диаметрально противоположные позиции в отношении мирного договора и принадлежности Южных Курильских островов. В принципиальном же плане можно подчеркнуть, что путь к заключению мирного договора лежит во всестороннем развитии двусторонних отношений с нашим дальневосточным соседом Японии, формировании их нового качества, созидательного партнерства. Построение прочной базы для сотрудничества может в перспективе позволить, внимание, выйти на заключение мирного договора и решение вопроса о линии проведения границы, а также даст возможность сообща решать любые современные проблемы, как на двустороннем уровне, так и на международной арене. При этом МИД России исходит из того, что такое решение должно отвечать национальным интересам России и быть принято парламентом и общественностью нашей страны. Вот и все. В последнем абзаце объявляется, что возможно выйти на такие договоренности с Японией, когда острова перейдут нашему соседу. Без всякой войны, вот лишь бы только общественность согласилась, парламент ратифицировал, а президент подписал мирный договор и передачу островов. Мы подошли именно к этой грани. Мы подошли к этой грани и недвусмысленные оговорки, которые были со стороны Лаврова и со стороны Путина уже сегодня, в 2016 году, на его излете, говорят о том, что предпродажная подготовка Курильских островов завершена. Государственная измена созрела. Она несколько раз уже реализовалась, и в русских новостях мы не раз говорили об этом, что Путин и Медведев являются государственными преступниками, уступившими российские территории нашим соседям, и обширную морскую акваторию, которая также была, ну если не под полным суверенитетом Российской Федерации, то в совместном ведении. И мы видим сейчас продолжение политики государственной измены, и получение за счет этой измены огромных инвестиций в частные компании, которые принадлежат узкому группу лиц, сплотившиеся вокруг Путина, Медведева и других персонажей не лучшего качества, а именно изменников, предателей, негодяев, государственных преступников. Единственная возможность спасения суверенитета Российской Федерации, а если будет отдано хоть пять земли, то суверенитет под вопросом, или его вообще не существует, что было бы правильнее сказать, это изгнание из власти вот этих негодяев, которые торгуют этими интересами, и которые готовы уступить Японии Курильские острова. Если уступают Курильские острова, никакой разницы нет с тем, если бы взяли и просто уступили Кремль иностранцам. Что собственно и сделано, по сути дела, Кремль это уже территория, где болтаются иностранные туристы. Больше, в общем-то, территория ни для кого не нужна, и все, что там еще параллельно происходит, это так, какие-то ритуальные моменты, которые, в общем-то, не отражают российской государственности, и ей не служат. То есть центр России сдан иностранцам. Москва превратилась в территорию свободной охоты, олигархических группировок, то есть столица уже сдана. И периферийные территории сейчас уже сдаются огромными кусками. В аренду ли сдаются, в долгосрочную аренду, или просто готовятся уступить территорию, или уже сдали эту территорию. Идет торговля. Вот они просто не сдают, вот можно было взять, капитулировать. Нет, им нужно все продать. Поэтому нужна предпродажная подготовка. И к продаже Курил они старательно готовятся. Они готовы обменять на колоссальные инвестиции, лишь бы Запад, вот те, кто, ну на самом деле Япония ведь тоже не суверенное государство, оккупированное государство. И политикой Японии манипулируют Соединенные Штаты. Мы же об этом хорошо знаем. Ничего не изменилось после войны. Так только внешне Япония вроде бы проявляет суверенитет. Но реально-то нет. Реально нет. Поэтому пока Соединенные Штаты играют в эту игру, они тоже ведь, там тоже ведется игра для того, чтобы получать дополнительные инвестиции именно в этот вопрос. Но сейчас кормится огромное количество дипломатов, публицистов, политиков, которые на этом себе делают имя, морочат голову гражданам. Но в какой-то момент захотят инвестиции, ну напечатают, еще там триллион долларов напечатают, отдадут. Ну что ж, путинисты рассуют по карманам, а острова отойдут иностранному государству в очередной раз, показывая, что Россия тоже оккупированная страна, оккупированная олигархия, и многие ее интересы уже давным-давно сданы иностранным так называемым партнерам или инвесторам. Долой путинскую оккупацию за русскую власть, да здравствует русская национальная революция, которая освободит нас от негодяев, засевших во власти коммунистов, либерастов и прочей сволочи. Россия – русскую власть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова